МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня не у нас в студии гость, а мы сами в гостях у Виктории Ивлевой. Волонтера, фотографа, журналиста. Виктория Ивлева – фотограф с именем. Я бы даже сказал, с мировым именем, если бы не рисковал нарваться на ее возражения, потому что сама она считает, что никто ее не знает, и мало кому ее персона может быть интересна. Тем не менее, приз Golden Eye, высшую, очень престижную награду World Press Photo, она получила еще в начале 90-х. И потом были другие награды. Но дело, конечно, не в наградах, а в самих уникальных фотографиях, которые выдает ее камера. А уникальные ее фотографии потому, что в придачу к золотому глазу у Виктории Ивлевой золотое, видимо, сердце. Оно заставляет ее по первому зову о помощи, или даже не дожидаясь никакого зова, бросаться туда, где страдают люди, где их обижают и унижают, где происходят катаклизмы, где случаются катастрофы. И не просто бесстрастно фиксировать это все при помощи фотокамеры и авторучки, но стараться людям помочь посредством своей журналистской работы. Излишне говорить о том, что сегодня такой подход к профессии – редкость. Нет смысла перечислять ее журналистские достижения и человеческие поступки. Во-первых, их наборлось изрядно за последние 30 лет, и на одно перечисление уйдет много времени. Во-вторых, мы, собственно, об этих поступках и проговорили с Викой два с лишним часа. Так долго, что не уложились в отведенные для одной передачи 50 минут. Пришлось сделать две, иначе сокращая, я вынужден был бы пожертвовать чем-то важным из ее кипучей деятельности. Жертвовать, слушая Викторию Ивлеву, не захотелось. Вика, дорогая. Здравствуйте. Спасибо за честь. Здравствуйте. Вика, я подумал, что... Ну, мысль, конечно, такая нехитрая у меня была, что фотограф в женском ролике будет фотографиня. Вполне, да? А, нет, такого нет. Нет, конечно, нет, конечно, нет. Ну, если образовывать, Маяковский бы, скажем, так бы придумал. Да, я хочу с этого, как раз с этой вашей такой основной профессии и начать. Профессия, да, все-таки, как бы не женская. Не так много мы знаем женщин, фотографов, и связанных с тем, что и таскать, как говорится, тяжело аппаратуры всякой. И много таких некомфортных ситуаций, требующих такого неженского, а такого вполне, так сказать, мужского поведения. Или это все мелочи? А женское поведение – это что? Вышивать бисером? Нет, не обязательно. Ну, так, как-то так сказать. Ну, как? Как-то так сказать. Вшить на нашу машинке зингер? В более такой нежной, комфортной, щадящей обстановке существовать. Да нет, ну, перестаньте. Слушайте, о чем вы говорите, если в нашей стране было полно женщин, которых от мужчин можно было отличить только потому, как они кайло держат? Да, да. Ну, так и… Но женщин-фотографов, я вот вспоминаю, были в нашей стране? Ну, выдающихся было несколько. Ольга Игнатович, сестра Бориса Игнатовича. Ну, да. Галина Редько. Так. Редько, простите, что я сказала. Галина Санько во время войны она была. Ага, да, помню эту фамилию. Галина Лукьянова такая, она еще и сейчас замечательная, такой был больше пейзажист. Ляли Кузнецова. Я наверняка сейчас кого-то забуду, за что меня зачмарят. Я еще помню театрального фотографа Виктории Петрусовой, но это другой как бы жанр. Да вообще не знаю, я знаю только Георгия Петрусова. Вот, Галина Кмит такая была в основном на снимку артистов и кинофестивалей. Сейчас вот больше в голову, вот, сейчас-то уже много появилось, конечно, там замечательных девочек. Да-да-да, сейчас как раз, сейчас уже даже среди операторов. Это стало унисекс, вполне себе. И я вообще не понимаю этого разделения. Не, что это разделение. Тяжело и носить, но зато всегда есть кто-то, кто понесет. А вот вам никто никогда ничего не понесет, понимаете? А мне всегда понесут. Не сейчас, там, из-за возраста, а и 40 лет назад. Ну, конечно, нет, в этом смысле, конечно, есть свои преимущества. Ну, поэтому вот, каждый пол использует свои преимущества. Вот это вот одно из преимуществ женского пола. Единственное, что сложно, сложно с туалетом. Вот это правда. О, видите-ка. Вот это правда. Ну, ну, хорошо. С туалетом во всех смыслах, потому что ты как-то и переодеться, и все прочее всего. С туалетом в прямом смысле. Буквально. Переодеваться там особо не нужно нигде. А вот фотография вот в такой основе своей – это творчество или ремесло? Как это ремесло? Кто это вам сказал? В основе все равно лежит труд, в основе лежит все равно ремесло и умение. Как и в основе живописца или скульптора лежит какое-то… Ну, в основе любой профессии лежит умение. Требует таланта вот какого-то особенного. Ну, а как? А почему… Я именно так считаю. А почему фотография должна отличаться от всего другого? Что это за талант? Это какой-то вот такой глаз, который видит сразу композицию? Это может быть даже не глаз, а третий глаз. Я понимаю, глаз, да, какой-то внутренний, да? Да, потому что ты его снимаешь, 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 и вроде как думаешь, вот ты все снял. Вот сейчас вот ты сделал этот последний кадр, вот он был классный. Потом ты смотришь на то, что ты снял, и видишь, что классный ты был самый первый. А ты его пропустил. И я должна вам сказать, что я всегда из-за этого ужасно переживала. Я думала, вот я корова, я ничего не вижу. Вот он первый был хороший, а что я еще-то там снимала? Особенно, когда была пленка, там, когда ты все-таки ограничивал себя 30-60 кадрами. И сколько-то лет назад у меня был разговор на эту тему с Вильгельмом Михайловским, недавно ушедшим, выдающимся латышским фотографом. И я ему говорю, вот я такая, там, значит, не вижу, так меня это удручает. И он мне говорит, да все это не так. Ведь ты почему-то нажала на кнопку, ты же не обязательно должна видеть вот своими глазами. Ты, может быть, видишь это сердцем, печенью, желудком, какой-то пяткой там, какой-то часть. Но раз ты нажала, значит, что-то в тебе сработало, и ты это увидела, и вот это главное. И как-то все встало на свои места. Действительно так. Я несколько раз в жизни видел людей, снимавших на мыльницу какие-то замечательные вещи. И фотографов, которые все оснащенные, увешанные аппаратурой, ничего интересного, как говорится, не производили. Это же такой же инструмент, как Тенни Замбург. Мы же будем говорить, что только человек, который кистью рисует, вот он великий. А кто делает карандашные почеркушки, типа рисунков Дюрера, это фигня, потому что карандаш. Мы же никогда так не говорим. А про фотографию почему-то это вот... А сейчас люди телефонуют. Вон Дима Марков, замечательный псковский фотограф. Телефоном человек снимает, книжку уже издал, которая как пирожки на Тверской улице разлетелась. Просто прекрасно. Замечательно. Ну, а в какой-то перспективе? Вот это не убьет фотографию. В частности, вот цифра. Ну, как раньше, фотограф, как он работал с пленкой, с негативом, с тем-сем. А вот за последнее время появилось какое-то выдающееся количество великих фотографов? Нет. Или великих фотографов осталось примерно столько же, сколько и было? Думаю, что осталось. Ну, то есть, как и в любой профессии, великих, раз, два, три, четыре, пять, и обчелся, да? Просто у людей появилось техническое некое приспособление. Но это же не имеет отношения к фотографии, о которой мы говорим. Но есть техническое приспособление для фиксирования, ну, как сканер есть, как факс есть. Ну, вот это техническое приспособление, но это техническое приспособление для фиксирования, собственно, физиономии. Физиономии своих детей, да? Не более того. Я боюсь, что это как и, условно говоря, там, я не знаю, литература в этом океане, скажем, соцсетей, так и это может начать как-то вот тонуть. Одно начнет подменять другое. Ну, так оно всё тонет. Всё же тонет в фарисестве. Ну, всё тонет. И не только в фарисестве. Ну, так это часть общего процесса. А всё равно ведь, как бы сказать, главное это всё равно оно кристаллизуется и остаётся. Ну, пусть-то отсеется, не сейчас. В Вивальте 200 лет. Да, да, да. А я сейчас слушаю, думаю, как это можно было не услышать эти времена года, как это можно было не зарыдать от этой музыки, как это можно было не радоваться сразу, что этот человек среди вас живёт. А он ходил там по этой Венеции, а его там пинали, и её вообще никто не знал, да? Ну, как? Скажите мне, а с каких лет у вас это увлечение? Ой, у меня очень поздно. Я не ходила в какие-то кружки. То есть вы не были ребёнком готовы? Нет, я была ребёнком, но в кружке это меня абсолютно никак не интересовало. Я себе училась в Институте культуры, тогда ещё в Ленинграде, и у меня на курсе был приятель, который занимался фотографией. И вот он там и меня снимал ещё. И меня как-то это так вдруг возбудило и увлекло, что я бросила культуру. Культуру-мультуру? Кулек он называется. Бросила его. Ну, я всё-таки говорю, Институт культуры. И ушла я в училище фотографическое тоже в Ленинграде. Закончила его, потом уже поступила в университет. Так что это было сколько там? В 20 лет. Достаточно позже. А вот ваши учителя в профессии, даже не только в таком очном смысле, в буквальном, а из таких фотографов, которые из их работы... Ну, я не буду оригинальной. Картей Брессон. Никакой оригинальности. Ну, знаете, это как-то... Ну, как будто бы обзор, как будто там... Пушкин. Ну, вот Картей Брессон. Никуда я от него деться не могу. Вы такой независимой, прежде всего в профессии, я имею в виду, стали... Были уже в советское время? Или это всё-таки... Нет, я ещё в школе была независимой. Всегда. Я жила своей какой-то жизнью. И как-то мне это всегда нравилось. А в профессии всё-таки фотографы... Я с самого начала. Закончила университет и поплыла себе. В такое свободное-свободное плавание? Это было возможно тогда, да? Да, это возможно было всегда, если ты этого хотела, не боялась. Ну, это да. Да, но всё-таки есть такие вот, скажем. Ну, как было быть таким уж свободным в профессии журналиста? Ну, а как фотографа? Ты поснимал, с тобой заключили договор, заплатили тебе твои три рубля, и ты пошёл, правильно? Ну, как, как внештатные авторы, да? Ну, просто люди все хотели, чтобы у них обязательно был какой-то вот 50 рублей, ну, раз в месяц, там, или 120 рублей. А у меня как-то это, ну, не знаю, как-то мне хватало, как-то я умудрялась. Фотографии, фото, журналистики. Есть ведь тоже какие-то свои, так сказать, жанры, свои, что называется, представители. То есть, вот вы как для себя это определяли? Репортаж, что? Человек. Человек. Я думаю, да, человек. А когда и почему вас стали вот притягивать такие экзистенциальные сюжеты, ситуации пограничные? Война, катастрофы и прочее. Когда они начались? Это именно уже позднее советское время. Конечно. Как в этом болоте началось движение, в сером советском болоте, как начались какие-то там такие тектонические преобразования пластов, все куда-то посыпалось и покатилось, тут и я. Хорошо было в то время? Ну, если смотреть с точки зрения того, кто тогда умер или погиб, то, наверное, не очень. Нет, нет, я говорю о самоощущении. Да, конечно, без сомнения. И я думаю, что это связано не с тем, что тогда я была там намного лет моложе. Я сейчас моложе, чем я буду через 20 лет. Но я думаю, что я вот эти времена буду чем-то другим вспоминать. Да, я буду вспоминать там эти времена бесконечными походами на суды, бесконечной борьбой за кого-то, бесконечным подписыванием петиций и прочим, и прочим, и прочим, да. А те времена, ну, конечно, я вспоминаю о свободе. Конечно, конечно. Это ощущение, что ты все можешь. Это же не только вот, вот не только то, что там государство от тебя отстало на какое-то время. Он отстал, большое спасибо. Но и то, что ты, вот ты, демиург, ты можешь вот взять и сделать, тебе ничего не будет. Да, конечно, когда тогда крылья выросли как-то, да? Да, 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 да. И ты берешь там, я не знаю, тебе надо куда-то ехать, ты подходишь к машинисту поезд и говоришь, извините, возьмите меня денег в кабину. И он тебя берет. Я не знаю, может, и сейчас берут. А может, уже настолько от страха все обделались, что... Да, сейчас, думаю, как-то если берут, то по-другому. Не знаю, не знаю. У меня это было масса божьей. Я летала стоя в самолете. Стоя. Я помню это, я помню. Это действительно бывало. Я не к тому, что хорошо летит стоя в самолете, а просто какие-то вот, знаете, так... Я бы сказала, что тогда очень сильно и между людьми что-то такое началось, какое-то взаимодействие. Я понимаю, что без этого взаимодействия сейчас мы бы не выжили. Просто, ну, исключено. Это был бы концлагерь абсолютный. Вот. А тогда как-то вот... Ну, я не знаю. Люди не боялись друг друга. Это было очень важно. Мне кажется, это вообще главная такая отличительная и замечательная черта этого времени. Потому что, конечно, люди... Не боялись. Не то, что даже переменились, они как раскрылись. Да, я даже помню, что мы не боялись тогда ни солдат, ни милиционеров. Нет, конечно. Потому что мы все как бы думали, что у нас будет другая страна. Конечно, вспомним. И этот путь, и все прочее. И наше взаимодействие с этими танками, и все прочее. Да, путь это вообще, это такое... Втыкание гвозди куда-то в эти самые, в дуло танковое. Ваш такой вот первый серьезный опыт такого рода, это Карабах был, да? Карабах, конечно. Но он и для всей страны был. Ну, да. Карабах. Карабах. И так получилось, что я попала туда в день, когда первый раз в Советском Союзе, ну, Новочеркасск мы не считаем, хотя его надо считать всегда, ну, были введены войска в Степанакерт, и я совершенно случайно там в этот момент оказалась. И вот это был, конечно, такой опыт невероятный. И вот там было очень страшно. Просто страшно, что тебя возьмет КГБ, и никто вообще не узнает, где могилка твоя никогда. Там закопают где-нибудь, и все. Ну, такой вот был момент. Ну, так. Вы внутренне чью-то сторону в том конфликте как бы занимали, или, в общем... Я занимала, я абсолютно точно занимала сторону, я была за армян. За армян, да? Я так и думаю. Да, и мы все тогда, как бы, понимаете, что я потом... Не покажут нашу передачу в Азербайджане точно теперь. Ну, нет, ведь нужно же слушать, что я дальше скажу. Да. И чему меня Карабах научил. Почему все были за армян? Потому что на тот момент, ведь армяне как бы хотели свободы. Ну, да. Ну, армянская СССР хотела свободы, вот, Карабаху, да? А азербайджанцы, не азербайджанцы как народ, а руководство Азербайджана не хотело отдавать. Естественно, что мы были за тех, кто хочет свободы, не разбираясь там ни в чем, да? Не соотнося это с Виссарионовичем, который нарезал границы фестончиками, просто вгрыз один народ в другой, и мы сейчас за это кровью платим, и сколько еще будем платить, неизвестно, да? Поэтому все были на армянской стороне, и очень сильно. Многие говорят, что, а, это бонар, потому что там у нее папа, значит, армянин. Да не в этом, не в бонар дело. Нет, конечно, не в бонар. А просто в том, что одни хотели свободы, а другие не давали. А разбираться, кто виноват, или сказать, оба вы хуже, это было не до того. Время было другое. Но в какой-то момент я попала на другую сторону, на Азербайджал. Ну, в том-то и дело, я хотела сказать, что потом-то все осложнилось. Да. И вот там, как бы, глаза мои открылись. Это вы имеете в виду хаджалы, имеете в виду, да? Ну, это было еще до хаджалы. Я там попала на азербайджанскую сторону до этого, это же было не проблема попасть туда. Просто увидела-то я то же самое, тех же несчастных женщин, детей, которых нечем кормить, смурных мужиков, которые не знают, что делать, да, или хватаются за оружие, или тупо сидят на корточках и там раскачиваясь, не знаю, и прочее, прочее, прочее. То есть тот же ужас, тоску, несчастье, кровь, блевотину и все же, что сопровождает войну. Вот. И это в Карабахе выработалась такая моя, ну, я надеюсь, что не только моя, а у многих людей формула. Я всегда на стороне слабого. Мне все остальное не важно. Я на стороне слабого. Я вот эту вот большую великую историю, как там вот годно государство против другого, вот это я все убираю. Мне это не важно. Передо мной есть какие-то люди, и эти люди страдающие. В каких-то ситуациях они страдают из-за моей страны, в каких-то ситуациях они страдают из-за чего-то другого. И вот есть я конкретная, которую могу как-то рассказать об этих страданиях. Не в надежде, что эти страдания из-за моего рассказа прекратятся. Я не так наивна. Знаете, если бы искусство так впрямую действовало, мы уже давно все в раю жили. Никогда не знаешь, как оно подействует, да. А хотя бы ради этих людей, чтобы они знали, что они не брошены, что они не одни, что есть какие-то люди, которые интересуются их жизнью, которые приезжают, что-то потом про них пишут, потом им звонят, присылают какие-то фотографии, какие-то статьи. Это же страшно важно. А это уже тогда у вас началось, да? Ну, а как? Ну, а как? Ну, это же возникают какие-то связи. Ты же весь этими связями обрастаешь. Ну, а как же? Ты же в этом живешь. Это же часть твоей жизни. Ну, журналистика, это же день, да. Ну, журналистика, она же с жизнью связана. А как ты вот остранен? Я не забываю. Я не могу забывать, они мне сами напоминают. И какие-то есть вещи, которые через 20 лет продолжение. И с тех времен что-то пробивает? И с тех времен самых разных историй есть продолжение. Вообще продолжение последнее, вот такое временное, было вообще невероятное. В 90-м, наверное, в 90-м, в 91-м году я была на съемке в колонии женской. В колонии, где находятся женщины и дети до 3-х лет. И там познакомилась с девчонкой. Она сидела за кражу. Она только-только родила ребенка. И что-то мы... Она симпатичная такая девочка была, Лена ее звали. И что-то мы там с ней языками зацепились. Я ей ребеночка снимала куколку такую, свечечку закулеманную. Ну, буквально ребенка было день или два. И потом даже что-то написала там в тюремную газету. Там типа, что же дальше маленький человек. И дай бог, что ты будешь счастлив. Ну и все. Потом проходит 20 лет. И я получаю из ФСИН разрешение поехать на зону. Это было, наверное, года 3 назад. И я еду опять в ту же колонию, в которой я была, в Челябинск. И я беру с собой фотографии. Ну, потому что я знаю, что очень часто очень многие офицеры по многу лет работают. По стоку лет, конечно, женщины не сидят. Ну, бывают исключения за очень тяжкие преступления. Но все-таки. Ну, интересно, может быть, им посмотреть, какая была зона, насколько изменилась. Там же довольно много на зоне изменилось. Зона завсегда отражения воли. Как здесь изменились какие-то вещи, чисто бытовые. Так и там, естественно. Я показываю там вот эту пачку фотографий. И вдруг они мне говорят, ой, это Лена? Я вспоминаю, что ее зовут Лена. Я говорю, да. Я говорю, да, вот это она, ее ребенок. Они говорят, девочка же здесь сейчас сидит. Мама мне. Настя. И мне приводят эту Настю, которая, конечно, этих фотографий в жизни не видела. Но я-то с Леной-то не общалась. Вы можете себе представить такое совпадение? Вот это хуже, чем совпадение. И Настя сидит там со своим ребенком. И я ей говорю, а где мама? Мама дома. Мама дома где-то под Магнитогорском живет. И я говорю, а дай мне мамин телефон. Она мне дает мамин телефон. И я еду к Лене. Я еду к Лене, которая давно уже такая большая, толстая бабища, которая в результате за свою жизнь просидела три срока. И я два дня у нее жива. Она мне рассказывает свою жизнь. Я все никак эту историю не могу написать. И рассказывает историю Насти, как Настя попала на зону. Ну, отчасти по собственной дуре. Ну, то есть она виновата. Они там, значит, как она мне сказала, я стекло подержала. Только она не сказала, что это было стекло от магазина. Но это не важно. Ты мой бынутый, да? Да, да, да. Я стекло подержала. Значит, ей дали условный срок, потому что она была беременна. У нее была эта первая судимость. Она была беременна. И буквально сразу после того, как ее осудили, у нее случается выкидыш на типа седьмом месяце. И ей, естественно, этот условный заменяют реальным сроком. И говорят, ну, жди, за тобой приедет милиционер, там, через неделю тебя забрать. Через неделю нет, через месяц нет, через пять месяцев нет. Он приезжает, через семь месяцев. А Настя опять беременна вот с таким животом. На сносях просто. То есть она забеременела очень быстро после того, где-то же, ну, такое стечение обстоятельств. Милиционер, кажется, удивляется. Говорит, ну, сейчас поедем, там тебя отпустят. В результате она рожает где-то на пересылке, продолжает сидеть. Значит, я пытаюсь там ей помочь, потому что я понимаю, что если на одну беременность это распространялось, то на другую это тоже должно распространиться. Но она так другим путем идет. Она своевольная и такая дурная девка была. В общем, она отсиживает полный срок. Я не знаю, что сейчас с ней, потому что я Лене не звонила. Но Лена мне сказала потрясающую фразу. Она мне сказала, знаешь, мы так обрадовались, когда Настя родила сына, потому что он мальчик, и вот он на зоне тоже не родит у него, значит, уже на зоне. Понимаете, да? А Настя – это уже третье поколение, потому что Лена мама тоже сидит. Третье? Боже. Вот. Поэтому исполнять наказание они исполняют, но перевоспитывать это, конечно. Да уж. И жизнь там была такая, ну, простая, обычная советская жизнь. Когда ты, никто никому не нужен, и государство появляется только тогда, когда нужно наказать, покарать. И все это сделано с бездушием. При том, что и Лена виновата, и Настя виновата, но все это делается с какой-то жестокостью, с бездушием, с непониманием момента, с остраненностью полной. И вот такая вот история. Это прямо делается, конечно, история. Да, вот такие вот. Тоже наесть капли воды, в которой очень много. Представляете, поехать в колонию, да? И могла попасть в смену к другим офицерам, которые там не узнали, пришли позже работать. Ну, вот так все сложилось там. И уехала бы, а там бы она сидела. И при этом Лена, она меня помнила. Она помнила, оказывается, меня всю жизнь, потому что была вот эта заметка в газете. Ну, больше, наверное, никогда она ни с какими журналистами не встречалась. Вот так вот. Ну и ну. Ну и ну просто сюжет для большого рассказа. Скажите мне такую вещь. Вот эта вот пословица, кому война, кому мать родная, она распространяется на нашего брата и именно на вашего брата, на фото журналиста. Я думаю, что это зависит от человека исключительно. На меня нет. На кого-то, да. Кто-то на это подсаживается. Я сумела не подсесть. А вы не адреналинщица, нет? Вот вы или как? Ну, знаете, я, может, в жизни адреналинщица. Я вот сюда хожу по бровке, по поребрику. Я говорю поребрику, потому что... Да, я знаю, что в Ленинградке. Вот. Вот это, мне кажется, гораздо больше адреналин, когда мчатся машины, и кто угодно может заехать на тротуар, да, допустим. Потом я думаю, что вся моя жизнь – это достаточный адреналин. Но так, чтобы... Так, чтобы подсесть на войну только потому, что это война? Нет, мне это неинтересно. Я ненавижу это. Во-первых, я категорически противник оружия. Я никогда не беру оружие в руки. У меня есть одна фотография Диесова с автоматом Калашникова, с Карабахской. И это был первый и последний раз, когда я в руки держала оружие. Серьезно? Да, это был тяжелый кусок металла, холодный, отвратительный. И я больше этого не делаю никогда. Поэтому я не бываю никогда с армией, мне это неинтересно. Я знаю, что 10 в шляпах придут, быстрее меня, веселее меня. Мне интересно то, что потом. И вот они хорошие, плохая армия, но она пришла, и она потом ушла. Начинается какая-то жизнь. Вот это мне интересно. Как склеивается чашка. Этический момент в профессии есть? Все можно снимать? Или не нужно снимать какие-то физические страдания? Этический момент есть в жизни. Этический момент есть в жизни. И почему журналистов вдруг выделяют в какую-то отдельную житейскую касту, вот это мне непонятно. Но если ты в жизни моральный человек, то ты в любой ситуации будешь моральным человеком. Ну, постараешься. Вот мораль на это распространяется? Все ли можно фотографировать? Мораль распространяется на все. Но это ты отвечаешь, я не знаю, внутри себя ты отвечаешь. Да? И это зависит от ситуации. Иногда все, что ты видишь, нужно. Иногда не все. Иногда что-то ты... Понимаете как? Вот тут уже начинает, наверное, играть роль художественность того образа, который ты создал. Если в этом есть какой-то символ и вызывает какое-то ответное чувство человеческое, это одно дело. Если ничего кроме рвоты не вызывает фотографии, как помните, это была не фотография, а это был такой стилл в телевизоре, когда очень долго победоносно показывали посиевшее мертвое тело Аслана Масхадова. Конечно. Помните, как это было отвратительно? Ужасно. Это было ужасно. Независимо от того, любишь ты его, не любишь, за чеченцев, против. Это было настолько бесчеловечно и безобразно. Это то, что нужно показывать патологоанатомам и в моргах, и близким родственникам. Но это как в средневековую вот такую-то зачубу взять голову поднять и подвести перед толпой, да? Ну, а если по этой аналогии пойти, какой-нибудь этот самый обгоревший труп Гитлера, это ведь тоже были эти фотографии? Вы знаете, что, я честно вам скажу, я не видела обгоревшего трупа Гитлера. Я сейчас немного условно говорю, потому что я тоже вспоминаю, но там фотографировалось и... Нет, но это всё-таки из ряда вон, да? Ну, Гитлер, ну, это... Да, я про это говорил. Ну, существо из ряда вон. Да, да, да. Ну, сколько таких в истории человек Конечно, и тут возникает именно в силу этого обобщения. Вот, поэтому... Поэтому именно в силу того, что это редкая птица... Да. Правда, залетевшая, долетевшая, действительно неправильно, даже перелетевшая, к сожалению. Вот, это другое. Это сам по себе, что это вот этот человек, человек, это уже достаточно, чтобы это сложилось в образ, да? Ну, например, была знаменитая фотография американского фотографа Кеннета Ерецки, где был обгоревший человек, сидел в обгоревшей машине. Да. А фантастическая сила. Она страшная, я не знаю, как из потустороннего мира, какой-то парад мертвецов обгорел их. Жуткая совершенно. Ну, это такой силый образ. И поэтому по поводу этой фотографии были огромные дискуссии. Хотя фотограф не то, что он там кого-то поджигал, естественно, нет. Пришел уже, к сожалению... И ведь очень часто все эти знаменитые премии «Голден Ай» получают фотографии такого рода. Ну, ужасы, все говорили. Какой-то бегущий человек, бегущий в горящей одежде и все прочее. Ну, я бы просилась спасать. Да, вот я про это и говорю, но все-таки, как бы так сказать, вот такой профессионализм в чистом виде, с каким-то немного вылущенным этическим началом, он существует. Не-не-не, подождите. Значит, я думаю, что... Ну, так, мы все-таки условимся, что нет ничего дороже человеческой жизни, да? Да. Поэтому, когда мы говорим о чувстве долга, что я вот продолжаю снимать, ну, вообще, первое чувство долга – спасти человека. Оно... Да? То есть, когда что-то происходит на улице, это мы понимаем, мы подбегаем и начинаем поднимать старушку, да? А почему-то в других местах, когда мы понимаем, что нам за это отвалят много денег или будет мировая слава, или просто я самой первой прибегу, вот какие-то вещи ты себе начинаешь дозволять. Да, да, да. И это все зависит от твоего внутреннего нравственного устройства. Это ведь современники было в спектакле, я забыл, как он называется, как называется пьеса. Именно вот это вот берется коллизия, что фотограф, фото-журналист, когда он видит, там, я не знаю, раненого человека, который нуждается в помощи, что он в первую очередь делает? Он нажимает на кнопку затвора или откладывает и бежит... Нажать на кнопку затвора занимает, там, допустим, одну тысячную секунды, да? Ну, там, ну, хорошо, в плохую погоду, отнутрица. Тем не менее, представим себе, что есть такой экзистенциальный выбор. Значит, ты можешь успеть сделать и то, и то, потому что нажать на кнопку, если ты высокий профессионал, это очень быстро. Ну, да. Ты можешь, конечно, там зависнуть и два часа ходить вокруг этого умирающего человека и ждать, с этой стороны лучше, или с этой стороны лучше, или вот, может, приподнять ему умирающую руку и положить на умирающий лоб там, да? Да. Я, конечно, уже там преувеличиваю все, вот, но в идеале, конечно, ты можешь быстро снять, плохо снял, ну, приходи завтра, сегодня был не твой день. То есть ты можешь сделать и то, и то, ну, вот, вот это вот, как бы, высший пилотаж, и есть люди, которые... Ну, возьмите знаменитую историю с этой фотографией обгоревших вьетнамских детей, бегущих по дороге. Да, 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 да. Да, да, да. Ведь это же фантастическая история. Мало того, что он снял детей, девочка там на переднем плане, девочка. Ну, то, вот, да, это и фотография, которая до сих пор срабатывает, потому что это просто смотреть невозможно, да, и абсолютно человеческие, адекватные... Вот это высший пилотаж. Да, и ты знаешь, что ты... Ты точно знаешь, что ты спас ребенка. А он, между прочим, очень долго не знал, что это его фотография. Да? Потому что, да, потому что у них тогда было так, там, снимаешь и отсылаешь в агентство. Он в Ассоциативе пресс, по-моему, работал. И через сколько-то только лет это выяснилось, что это его картинка. Грандиозно. А вы рисковали жизнью ради хорошего кадра? И вообще вот это, опять же, на весах стоит? Ты же не понимаешь, ты же не понимаешь, рискуешь ты жизнью или нет. Ну, как? Ведь каждый человек, который рискует жизнью, он думает, что сейчас вот это ничего, вот там, а вот там вот будет страшно, а вот тут-то ничего. Поэтому, ну, как сказать, ты же не говоришь себе так, а сейчас я пойду рискну жизнью. Это же не так, а ты там двигаешься по жердочке условно, да? Ну, сейчас еще шажочек, еще шажочек. А вам оказывается, ты уже в пропасти лежишь на дне. Ну, как бы задачи-то это не так ставишь. Ну, наверное, рисковала. Ну, как бы, откуда я знаю? Не знаю. Теперь я хочу Чернобыль вспомнить, то есть откатиться немного назад. Вы были единственным... Я и осталась. Да, были и остались. Единственным журналистом, фотографом, зашедшим внутрь этого... Реакция. ...четвертого блока, как он назывался. А зачем вы это сделали? А интересно, как это? Ну, основа нашей профессии – любопытство. Ну, как журналист? Ну, как журналист, которому жить неинтересно? Ну, это оксимарон какой-то. Так уже не может быть. Когда ты находишься рядом с людьми, которые делают там определенную работу, абсолютно уверенную в своих целях и задачах, знают про реактор столько, полстолько, еще четверть столько, и ведут тебя определенной дорогой, ты как-то полагаешься на своих товарищей. Ты понимаешь, что никто не собирается делать тебе гадость, никто у тебя не собирается... Ну, это я понимаю, но тут... Все, ты просто доверяешься ему. Ну, если они могут, и не один раз, а очень много, то почему я не могу? Они жив-здорово? Ну, кто-то жив-здоров, кто-то не жив-здоров. Вот именно. Кто-то старше меня намного. Тем более, что вы-то там были все-таки не в 1986 году, да? Я была в 1986 году, там внутри не было никого, было невозможно уйти. Ну, естественно. Я была в 1991, да. То есть уже в 1991 были, наверное, судьбы, то есть не, наверное, точно, трагические, закончившиеся чернобыльцев. Трагические судьбы были тех, кого бросили в 1986-м. Ну, это понятно, но тетос, они сразу бедные. Вот ученые, которые работали внутри саркофага, там была очень маленькая, в результате образовалась очень маленькая группа вот этих сталкеров, которые туда постоянно ходили, делали следы. Их было очень мало, там, ну, 10-12 человек. Их судьба сложилась по-разному. Кто-то жив, кто-то, ну, вот, друг мой главный, там, он на 10 лет меня старше, его уже нет в живых, да? А другие ребята живы. И все-то тоже, это все же не так просто, это же нелинейно, жизнь же вообще нелинейна. Жизнь же нелинейна, конечно. И радиация распространяется нелинейно, а полями, и действует она на нас тоже, на каждого по-своему, да? Вот. Вы после этого бывали там? В Чернобыле? Да. После 90-го? Нет, я ни разу не ездила. Как это все, вот, глазами очевидца, как это все выглядит? Это действительно такое, так сказать, ощущение из фильма Тарковского? Знаете, это ощущение, что мы как-то не по-доброму к своей планете относимся. Она вот к нам по-человечески, а мы к ней по-зверски. Потому что она нам столько красоты дарит. А мы ей в ответ груду металлолома перекореженного. Вы «Голд Най» получили за чернобыльские как раз снимки. Как вы считаете, это такое, за факт таких снимков или за их класс? Вы знаете что, мне кажется, что на тот момент, когда я получала, мне кажется, что это было нечестно и давать мне было не за что. Вот фотографически. Ну, это мое такое ощущение было. И дарили мне, наверное, за жизненный подвиг. Ну, ну, за журналистику как поступок. Да-да-да, Чернобыль у всех был на устах там и все такое прочее. Но вот прошли годы, и когда 2-3 года назад у меня была публикация, а в 16-м году, да, как раз юбилей был очередной, у меня была большая публикация в «Таких делах» на портале. На сайте, да. Вот, и я как-то снова на это посмотрела, и я подумала, какая, какая крутая съемка. Вот со временем я увидела, насколько она отражает, она отражает то время. Это не всегда в съемках удается, а в ней как-то вот, ну, вот что-то такое. Ну, вот она меня как-то так взяла за... То есть, может, может, и не зря. За дело дали, не только по конъюнкторным таким соображениям. Ну, понимаете, что ты всю жизнь будешь жить и вспоминать, что ты там 150 лет назад ходил в реактор, ну, жизнь-то идет, какие-то другие вещи появляются, становятся для тебя гораздо более важными, интересными, нужными, какие-то другие съемки. Ты же движешься, развиваешься там, неважно в какую сторону, но куда-то все-таки ты как-то не совсем уж в болоте сидишь и все на лаврах, на этих чернобыльских почиваешь. Поэтому едем дальше. Я очень хотел вас расспросить немного про Африку от Руанда. Что это был за опыт, и что он вам дал как журналисту и как человеку? Быть на стороне слабого в очередной раз. Обязательно. Всегда. А Руанда – это просто, знаете, это было, конечно, тоже абсолютно такое перестрочное дело на волне свободы, потому что это был 94-й год, и это был первый раз, когда Россия помогала стране, в которой у нас не было никогда никаких интересов, Руанда вне нашего влияния. И первый раз туда летел самолет МЧС по приказу Ельцина, и они должны были привезти обратно женщин, которые вышли замуж за руандийцев. И это тоже было первый раз, потому что они же все, кто за иностранцем замуж ходил, они же подстилки все. Ну, конечно. Отрезанный ломоть. Просто отброшенный ломоть гнилой. И тут вдруг, значит, и я так, я думаю, боже мой, моя страна начинает меняться. Боже мой, моя страна становится человеком. И это было так вот прекрасно, вот это ощущение. Это ведь так и было, это же не обманчивое было ощущение. Но она стала человеком там на один мизинец, да. Все остальное как бы куда-то в другую сторону. Это может тогда и почти полностью, но ненадолго. Вот, но ненадолго, да. Снул за нос в человечности обратно. И вот это вот, когда я услышала, что это полетит самолет, и мне уже захотелось. Я оставила вот сына 10-месячного, и попала сложным путем. Шойгу мне лично дала разрешение, потому что они женщин не брали. Вот. И я попала на этот самолет МЧС, который туда летел. И они прилетели, разгрузились, и там гуманитарку, и забрали этих женщин, и улетели. А я осталась на 10 дней. И 10 дней я там болталась, 10-8, ну 10, наверное. И закончились мои болтания тем, что мы просто стали тупо вдоль дороги собирать женщин и отвозить в госпиталь. И я поняла, что это, ну, несравнимо ни с чем. Это ощущение, что ты спас человека. Это просто дает тебе... Не знаю, наверное, это тщеславие такое, но это, кажется, невероятное... Ну, это не удовольствие. Это такое счастье. Ты так начинаешь расправляться, и понимаешь, что ты не зря живешь, потому что ты спас человеческую жизнь. Ну, или во всяком случае, если не спас, но дал возможность несчастному человеку умереть в госпитале, на простыне, а не в Канаве сточной. Вот это было прекрасно. Ну, я что-то там поснимала, даже вроде неплохо. World Press Food не получил. Это тогда за Руанду получил Джеймс Нахт. Ага. Это среди ваших вот африканских снимков грандиозные, и, конечно, есть вот суданские. Где такой, как... Он есть, как картина. А, да. Это я знаю, про что вы говорите. Это такой брейгель. Да, да, да. Да, да, да. Да, это правда. Это вообще была замечательная поездка. Тогда еще вот как-то Красный Крест, видимо, Международный Крестный Крест, наверное, денег было побольше. Они приглашали журналистов в такие вот поездки, как бы, ну, типа ознакомительных. И я туда приехала, и у них был как раз готов к отправке караван, нет, это, наверное, не караван называется, конвой это называется. Конвой, да. Машин, которые везли продовольствие вот там в определенное место. И я вот поехала с этим конвоем, и мы, мы, ну, я там никто была, но, в общем, они... Ну, мы все вместе, потому что я тоже в этом, конечно, принимала участие. Мы накормили 12,5 тысяч человек. Угу. И это тоже, знаете, это такой класс, такое какое-то необыкновенное ощущение. Ну, вот. Ну, потом это, конечно, чувство вины бесконечное перед Африкой, хотя там лично Россия... Ну, вот это я тоже, как бы, слушалась и думала, это несчастная Африка, вот сколько ее весь мир кормит и никак не накормит. Ну, дело же не в кормежке. Конечно, конечно. А в том, чтобы людей чем-то учить. А, понимаете, приезжаешь в Африку через 20 лет, ну, вместо деревянных бодеек, тяжеленных, с которыми ходили за водой, пластмассовые канистры. Угу. Вот и все, да? Ну, мобильные телефоны у кого-то. А так, к сожалению, есть движение, но оно, конечно, меньше, чем нужно. И понятно, что Африку нужно заполнять не старыми калашниковыми, а учителями. Ну, да. Ну, и тогда все куда-то двинется. Ну, калашниковыми выгоднее. Ну, не знаю. В результате получается, что не выгоднее. Просто далеко-то никто не считает. Ну, конечно. А что это за замечательная история с угандийским мальчиком? Ну, это так случайно, на самом деле, получилось. Я тогда... Был короткий период моей работы в «Новой газете». И вот мы ездили в командировку заместителем главного редактора. мы делали большой материал про детей-солдат, потому что на тот момент и в России еще числились дети-солдаты, ну, и в чеченске. Во всяком случае, в России был этот травматический опыт. И было еще там много стран, немного, 17, по-моему, стран на свете тогда было, в которых тоже были дети-солдаты. И большинство этих стран было в Африке. И мы решили вот поехать. И там у нас было длинное-длинное путешествие, в общем, через практически всю Африку. Мы в шести или семи странах были, я сейчас не припомню. И в Уганде просто там отдельная своя история, потому что там вот шурует, сейчас уже известная эта история, такая армия, которая называется Lords Resistance Army, армия сопротивления Господа, которая занималась тем, что целенаправленно воровала детей, запугивала их. Ну, запугивала так, как вам не представить. Просто это все-таки вот в этом смысле это не европейское сознание. Знаете, у каждого сознания свои пытки. Вот у нас одни пытки. Страшная китайская казнь, это там другие с какими-то крысами в горшках, да, там привязаны мы к флопе. С ламбоком. Да, ну там, ну, не будем на это. Да, они все-таки. Вот, африканские там свои какие-то вещи. В общем, там Бог знает, что делали с детьми. И в результате, в общем, заставляли их превращаться в мелких убийц, преступников, полностью управляемых. Вот, это была такая страшная совершенно вещь, потому что уроды эти существовали в Уганде, по-моему, четверть века. А сейчас они ушли, кажется, куда они там ушли? В Чад, по-моему. Нет, не в Чад. Куда же они перешли? Ну, в какую-то... В Конго они перешли, в соседнюю страну. Вот. И в Уганде, на севере, все это происходило на севере Уганда, и там было такое... несколько таких лагерей для реабилитации детей, которые побывали там, и были или убежали, или были отбиты там правительственной армией. Я же не буду в этом... И там вот мы познакомились совершенно случайно с мальчиком, который вот прямо, это был первый его день свободы. У меня даже фотографии его есть с автоматом Калашникова. И мальчик этот, когда мы уже уезжали, он... Так, он ничем не отличался от всех остальных детей, естественно. Он спросил меня, когда вы еще приедете? Я говорю, зачем тебе, чтобы мы приезжали? И он сказал совершенно поразительную вещь. Он мне сказал, вы знаете, может быть, вы могли бы заплатить за мою школу, да? И когда перед тобой стоит голый, холодный-голодный мальчик со сбитыми там коленками, со старым автоматом Калашникова, с животом, прилипшим к спине от голода, и говорит тебе про школу, то ты понимаешь, что вот хвей-хвей-лей, липи-ок-пок, хвей-липок. Вот. И Лев Толстой тут, значит, во всей красе предстает. И мы сказали, ну, конечно, там, ну, подумаешь, сколько там может стоить в Аганде, это школа, ну, если газета не сможет, ну, сами соберем там. И мы ему наобещали 40-40 арестантов, ну, то есть устроить его в школу. Уехали, и, ну, сказали, что сейчас не может быть, потому что у нас еще большое там путешествие. Мы уехали, и я честно пыталась там в течение долгих месяцев куда-то его там пристроить, найти какую-то школу. И постепенно я поняла, что не я с моими деньгами, не мальчик этот, в общем, никому не нужны. И я же такой внутри Ленька Пантелеев, такое честное слово, это честное слово, значит, нужно держать, там, сам погибает товарища, выручает, это же все. Собаку в честь Леньки Пантелеева, название? Нет, он Леон, собака моя Леон, поэтому, а Леон просто на улицу орать неудобно, Леон, а Леоне удобно. Вот, и, да, в общем, прошел почти год, и я отправилась его искать, как иголка в стуке сена абсолютно, потому что я знала только имя и фамилию, больше ничего. Ну, и чтобы долго не распространяться, в общем, довольно долго я его искала, но я его нашла, я его нашла, он мне сказал, что он меня ждал, потому что я ему год назад пообещала, и мы с ним доехали там до ближайшего городка, я его там определила в школу, которая стоила там 300 долларов за год, ну, какие-то не деньги. Вот, и я вернулась в Москву, он остался там учиться, мы с ним иногда там перезванивались, я туда звонила ему, потом он получил грант уже на обучение в другой школе, ну, и так далее, школу он закончил, да, а самое главное, что он с самого начала сказал, что он хочет вырасти и быть врачом, и меня это тоже тогда так поразило, потому что выходит из джунглей ребенок, который, он ребенок, подросток уже был, он там лет 16, наверное, было на тот момент, который, то там убивал, скорее всего, что убивал, расстреливал кого-то, да, там в его возрасте уже этого избежать было невозможно, и вдруг говорит мне, что он хочет быть врачом, вот, ну, в общем, чтобы все это закончить, в общем, его зовут Адон Габоско, и он учится в Российском университете дружбы народов, сейчас уже на пятом курсе медицинского факультета, вот, понимаете, все, что мы в джунглях задумали, да, вот все абсолютно, вот все полностью, сбылось вот до мельчайших подробностей, и он все говорил, что он будет хирургом, будет хирургом, а потом, в прошлом году, ну, он взял академический, потому что почувствовал, что не успевает, почувствовал, что он сдаст, конечно, там на двойке, тройке и колы, но ему хочется, ему хочется быть врачом, а не просто получить диплом, и он пошел в академику, и весь этот год он занимался, у замечательного профессора Анны Акселерот, он занимался УЗИ сердца, и сейчас он мне говорит, что я хочу заниматься, вот с сердцем, и УЗИ, и все такое прочее. Ну, он хочет к себе уехать, или вот это? Ну, как, в общем, он не хочет уехать к себе, Как ему тут, в нашей замечательной, в этом смысле, гостеприимной стране. Нет, я много раз его спрашивала. Хотя, насколько их стало меньше, чем в советское время, все прочее. Да, а вы знаете, я должна вам сказать, что вообще это великая вещь, на самом деле, которую делал Советский Союз, при всей моей кем-гарячей любви, и Россия. И Россия совершенно, вот, понимаете, гадости, которые она делает, она как-то ловко продает и красуется этими гадостями. А хорошая, действительно хорошая. Знаете, сколько у нас, ну, до недавнего времени еще было, вот, студентов иностранных, обучалось бесплатно за счет российского бюджета. 10 тысяч человек, да, за счет российского бюджета обучением было бесплатно, там, не бесплатно проживание, питание, это уже ты сам там должен был, да, но 10 тысяч человек из стран третьего мира ты обучаешь, и ведь получение высшего образования людьми из таких вот плохо развитых стран, это же перемена участи полная. Это же не то, что здесь ты инженера пивом торгуешь. Ни один инженер там пивом не торгует. Ну, конечно. Это другое качество жизни сразу, да, то есть мы даем людям не просто шанс, не просто путевку во что-то, а новую жизнь. И кто об этом знает? Вот о чем должна рассказывать Россия. Да зачем? Мы лучше в Сирии пойдем. Конечно, и только таким образом симпатии там и завоевываются. Конечно, нет. Мы встречали много людей. Мы встречали много людей в Африке, кстати, которые здесь учились. Сколько их в Латинской Америке? Да. Сколько их в Латинской Америке, да. Вот, и все вспоминают это симпатий, что молодость, но потом самое главное, что это другая жизнь. И эту другую жизнь тебе дала Россия. Ну, Советский Союз, то мне важно, да. И все это помнят. И все это помнят. Все это помнят, да. Все это рассказывают, и все прочее. Все это помнят, естественно, естественно, единственное, кто это не помнит, не рассказывает, это здесь. Вот об этом, почему-то, не рассказывают. И мне так всегда бывает как-то обидно. Я знаю, что есть огромное количество людей, которые и в Англию ездят учиться, и в той же Африке, да. Наверное, в Россию меньше. Ну, и исторически Россия меньше связана с этими странами, ну, кроме экспорта революции, там, неудавшегося, или где-то удавшегося. Вот. Но все равно ты это делаешь. Ты делаешь огромную, отличную гуманитарную вещь. Какого хрена ты рассказываешь только о том, где и как ты стреляешь в частной военной компании Вагнера? Да, это точно. Да? А вот это? Это точно. Ну, вот Адонга, значит, вот человек, который от этого получил. Ну, да ему, как говорится, Бог, чтоб все у него сложилось. Он преодолел самый тяжелый четвертый курс. Это было очень тяжко, это самое-то трудное. Ему, конечно, очень трудно, потому что и язык. Ну, а по-русски он хорошо, а? Сонная. По-русски он говорит, да, мы переписываемся с ним все по-русски. Молодец, парень. Не, он приходит же часто в гости. Леня, вот его друг большой. Замечательно. Я где-то в ваших интервью почитал, что после Руанды вы как-то разочаровались в профессии, чуть ли не ушли из нее надолго. Я ушла. На 10 лет ушла, заперлась, дети были маленькие, сидела с детьми дома. И это было не от того, что сидение дома не было побудительным мотивом. А я ушла, потому что мне показалось, что гнуснее этой профессии ничего нет. Даже гнуснее? Подлее, гнуснее. Почему? Ну, потому что я видела, как себя ведут некоторые мои коллеги. Ах, так. Да, да, да. И у меня это настолько просто... Ну, понимаете, то, что происходило в Руанде, ну, люди такого не помнят, там ветераны какие-то фотографические, иностранные, они не помнят вот такого вот беды, бедствия, трагедии такого масштаба, да, когда из мертвых тел складываются курганы, и их невозможно не сжечь ничего, они просто землей пересыпаются и ждут, когда это все, значит, осядет, там, сгниет. Это было что-то страшное. Там, миллион погибших. И, ну, я не знаю, как-то, ну, если прийти люди умирают, ну, не жри ты свой сникерс, ну, зайди за угол. Я не к тому, что ты должен лечь рядом и умереть. Я понимаю. Конечно, нет, а? Ну, что ты? Ну, прояви какую-то симпатию, ну, потрепи человека. Ну, вот видите, это к разговору о том, что... об этике, да? Правильно? Это к вопросу о том, правильно ли тебя воспитали родители. Понимаете? Все сводится к одному. И страна сейчас живет так, потому что один из наших президентов плохо своих дочерей воспитал, судя по всему, да? Ну, и его как-то непонятно, как-то самого воспитали. Ну, да. Я про другого говорю. Я не про того, про кого вы думали. Тогда все правильно. Я про предшественника, да? Тогда все правильно. Я думаю, что он, в общем, в человеческом плане, наверное, был, может быть, лучше, чем его дочери. Но это не мне судить. Это одна из версий. А уж тут-то вообще, наверное, воспитание не принимал участие. Ну, вот, как бы, про Штункова. А, мы говорили про то, что я... Да, и я там такого навидалась, да, я решила, что или нужно идти работать куда-то в коммунитарную организацию, и я стала пытаться там попасть в красный кресло, но, видимо, я как-то плохо пыталась. Все-таки это, наверное, полностью не мое. Вот. И в результате, вот, я просидела дома, и, ну, в общем, сидела-сидела-досидела за то, что не осталось денег. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его героиней была Виктория Ивлева. Журналист, волонтер, фотограф, хозяйка вот этого риджбека, моего тезки. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся в тот же час через неделю. Субтитры подогнал «Симон»